Большое спасибо, Владимир Анатольевич, Петр Владимирович, уважаемые коллеги-хирурги и сочувствующие. Сегодня я хотел бы рассказать, зачем и как мы размечаем опухоль в молочной железе и в каких ситуациях мы вообще устанавливаем метки. Зачем вообще их ставить? Первое, что напрашивается, для локализации непальпируемых новообразований. Но если новообразование визуализируется при ультразвуковом исследовании и хирург владеет методикой интероперационного ультразвукового исследования или переоперационного, он может сам успешно локализовать. Но вот если опухоль не визуализируется на ультразвуковом исследовании, а визуализируется только на мамограмме, то в таком случае установка метки в область локализации опухоли и ее интероперационная или переоперационная локализация на столе помогает хирургу планировать вмешательство. Зачем еще ставить? Для локализации новообразований, которые подверглись тотальной биопсии. Например, в результате выполнения вакуум-аспирационной биопсии. Все чаще эта методика широко применяется. Пример клинической ситуации из работы 2011 года публикации. Опухоль молочной железы, которая является скоплением микрокальцинатов, тотально удаляется при вакуум-аспирационной биопсии. Во время манипуляции устанавливается метка, которая служит последующим способом идентификации той зоны, которая должна подвергнуться резекции. Очень красиво, очень стильно. Альтернативой этому является создание так называемой контролируемой гематомы в области хирургического вмешательства, в области вакуум-аспирационной биопсии. Когда в зону, в которой была подвергнута аспирации, накнетается некоторое количество крови, около 1 мл, и в дальнейшем хирург ориентируется по существующей гематоме. Он ее локализует при помощи ультразвукового исследования переоперационной и удаляет эту область. В исследованиях этот метод показал себя как хороший способ визуализации, и частота чистого края при опухолевых заболеваниях и после вакуум-аспирационной биопсии создания искусственной гематомы составляет 76%, в то время как при локализации этой области проволокой всего лишь 52%. Также маркировка может использоваться для планирования хирургического вмешательства и мультидисциплинарного обсуждения подходов к лечению пациента, для лучшей визуализации и обсуждения подходов. Распространенным в зарубежных практиках является маркировка для дальнейшего наблюдения. Вот этот случай пациентки, у которой было установлено множество меток в зоны предшествовавшей биопсии, то есть возникали подозрения, неоднократные биопсии, и каждый раз устанавливалась метка. И вот в процессе наблюдения за одной из таких меток стали увеличиваться концентрации микрокальцинатов на квадратный сантиметр снимка, при сопоставлении с ультразвуковым исследованием обнаруживается узел, и пациентка подвергается хирургическому вмешательству. То есть в данном случае метки служат как способом для идентификации зоны интереса и динамического наблюдения. Но, конечно же, это все далеко от наших реалий, от наших сегодняшних практик, потому что в наших реалиях порядка 30% пациентов, обращающихся к нам первично, это пациенты с местно распространенным и метастатическим раком молочной железы. И очень большой процент из пациентов, которые относятся к ранним стадиям, в действительности имеют вторую B стадию заболевания и также нуждаются в неодивантном лечении. Поэтому, наверное, основной фокус моего разговора будет сконцентрирован на разметке опухоли, предшествовавшей неодивантному лекарственному лечению. По данным исследования NSABP B27, частота полного патоморфологического регресса при проведении всей неодивантной химиотерапии третьего поколения на предоперационном режиме составила 25,6% в сравнении с 13,7% в группе пациентов, получавших только антрациклиновую химиотерапию на предоперационном этапе. То есть за счет проведения более совершенной химиотерапии частота полных патоморфологических регрессов увеличилась в два раза. При этом посмотрите на частоту выполнения органосохраняющих операций в этом исследовании. Она не изменилась. Почему? Потому что хирург всегда боится местного рецидива. И данные метаанализов говорят нам о том, что проведение неодивантной химиотерапии при выполнении органосохраняющей операции ассоциировано с более высокой частотой местных рецидивов. При унивариантном анализе, во всяком случае, это так. Однако доля местного рецидива в общей структуре рецидивов рака молочной железы за последние 20 лет неуклонно снижается. Это происходит благодаря совершенствованию лекарственного лечения, благодаря совершенствованию лучевой терапии. Местный рецидив как изолированное событие становится на самом деле все более и более редким событием. Объединенный анализ исследований B18 и B27 – это достаточно старые исследования, и тем не менее они показывают, что когорта пациентов, которые подверглись органосохраняющему лечению, имеют частоту местных рецидивов меньше, чем когорта пациентов, подвергшихся мастектомии. Частота локорегионарного рецидива в объединенных исследованиях ERTC и BIC также оказывается очень низкой. За 5 лет наблюдения локорегионарный рецидив всего лишь в 5% случаев. Безрецидивная выживаемость после органосохраняющих исследований – одноцентровое ретроспективное исследование – около 95% в различных категориях пациентов. Именно на основании таких показателей Сангалинская панель экспертов и голосовала за то, чтобы выполнять хирургическое вмешательство не в тех объемах, которые занимала опухоль на этапе до того, как мы начали проводить неодивантную терапию, а в тех объемах, которые опухоль занимает по итогам неодивантной терапии. Вот этот вопрос – какой объем резицировать? Опухоль занимала определенную область, мы добились уменьшения ее размеров. Что нам убирать – всю область или только зону, которую сейчас занимает опухоль по итогам неодивантной терапии? Исследования показали, что выживаемость пациентов, у которых стадия заболевания была снижена и проведена органосохраняющая операция, эквивалентна выживаемости безрецидивной пациентов, у которых изначально была возможна органосохраняющая операция, и она была проведена. Сангалинские эксперты, 82% экспертов проголосовали о том, что не нужно удалять весь тот объем, который занимала опухоль до начала неодивантной терапии. В контексте всех этих данных маркировка опухоли по периферии, когда мы выставляем метки по периферии опухоли, для того чтобы определить ее пределы, становится абсолютно бессмысленной. То есть получается, что мы добились исчезновения опухоли в этой области, а объем хирургического вмешательства в результате этого никак не уменьшился. В испанской клинике Вальде Брон была предложена методика маркировки кожи в проекции опухолевого образования. Мы в Институте онкологии также осуществляли это, и это фотографии наших пациентов. Мы наносили татуажные метки в проекции наибольших размеров опухолевых узла. Однако это исследование в клинике Вальде Брон было подвергнуто анализу, и оно показало, что объем эксцизии тканей при такой маркировке оказывается большим. Но никакого преимущества по сравнению с результатами лечения пациентов, когда мы поставили одну клипсу в центр опухоли, никакой разницы в результатах лечения нет. Конечно, у этого исследования есть свои недостатки. В частности, малый объем группы пациентов, в котором была установлена клипса, ни одного случая неконцентрического регресса опухоли в группе, где была установлена одна клипса в центр опухоли. Нет данных о частоте местного рецидива, есть только данные о частоте достижения чистого края резекции. Но тем не менее, на сегодняшний день основной позицией, которая в частности изложена в рекомендациях Breast Intergroup, объединенных с NABCG, и в частности в этой группе в составе ее был Фрейзер Симмонс, один из ключевых на сегодняшний день специалистов-морфологов в области оценки эффективности неодевантной терапии, и их заключение состоит в том, что мы должны устанавливать одну метку в центральную часть опухоли. Да, возможны различные варианты регресса. Возможно снижение клеточности без уменьшения объема опухоли. Возможно концентрическое сужение с сохранением клеточности. Возможно самые варианты распределения клеточности в пределах опухолевого ложа. Но тем не менее никаких оснований убирать все опухолевое ложе, которое занимало опухоль до начала лечения, эта исследовательская группа не предъявляет. На сегодняшний день существует большое количество разных технически совершенных методов маркировки опухоли, опухолевого ложа и лимфатических узлов. Например, такое устройство называется TUMARC крошечного размера метка, который представляет собой структуру из 48 нитей, которые очень хорошо визуализируются на рентгеновском исследовании или на ультразвуковом исследовании. Другим методом является так называемый O-twist-маркер. Это маркер, который формирует кольцо внутри центральной части опухоли. Он очень редко смещается и по данным исследований очень хорошо попадает под УЗИ-контролем в ту область, где он должен находиться. Среднее расстояние его от опухолевого узла состояло 1,1 мм. Различные маркеры проходили клинические исследования, они сравнивались в испытаниях. Оказалось, что на самом деле обычные хирургические клипсы визуализируются в 91,1% случаев и имеют даже преимущество над маркерами, которые были специально разработаны для того, чтобы визуализироваться в опухолевой ткани. При этом в исследовании, которое я привожу, оно было проведено в Корее в 2019 году. В 42 случаях, это 30%, был достигнут полный радиологический регресс. Опухоль никак не визуализировалась. Но из этих 42 случаев в 70% случаев маркер визуализировался. То есть 70% случаев полного регресса, когда хирург не знает, что ему оперировать и не понимает, где находилась опухоль, маркер, маркировка опухоли позволяет ему спланировать хирургическое вмешательство адекватным образом. Еще одним методом, который мы начали применять в институте онкологии, является установка радиоактивного зерна йода-125. Эта методика мало используется в США в связи с ограничениями использования радиоактивных препаратов, но применяется достаточно широко в Голландии. И эта методика также может быть использована для интероперационной локализации опухоли. На сегодняшний день у нас проводятся клинические исследования применения этого метода для маркировки сигнальных лимфоузлов. Следующим шагом в логическом развитии методики интероперационной локализации и маркировки опухоли является использование методов маркировки, которые позволяют определять расстояние от ресивера, от устройства, которое ловит сигнал, до, собственно говоря, установленной метки. И на сегодняшний день на мировом рынке существует целый ряд устройств. Это локалайзер фирмы Foxitron, SaviScout и Maxit. Они немного различаются в своих размерах, различаются иглы, при помощи которых подводятся, и различается принцип действия. Локалайзер и SaviScout очень похожи. Это устройства, которые сами не являются эмиттерами сигнала. То есть мы устанавливаем эту метку в опухоль, она сама никакой сигнал не излучает. Но при приближении ресивера она начинает с ним взаимодействовать, и мы можем определять не только, где находится эта метка в опухоли, в молочной железе, но мы можем с точностью до миллиметров определять расстояние от ресивера. И стерильный ресивер можно использовать во время хирургического вмешательства. То есть хирург может выбрать, какое он хочет сделать расстояние от края резекции до центра опухоли при помощи этих устройств осуществлять навигацию. Вот так выглядят, собственно говоря, ресиверы. В различных исследованиях использование их было ассоциировано с различной частотой реэксцизи. И самая высокая была у Максида. Максид, в отличие от Савискаута и Фокситрона, это устройство основанное на явлении магнитного резонанса. То есть устанавливается намагниченная метка в ткани молочной железы, и ресивер ловит этот сигнал. У него есть ряд недостатков. В частности, необходимость использования пластикового оборудования во время хирургического вмешательства и отсутствие возможности использования магнитно-резонансной томографии для оценки лечебного эффекта. Вот примеры использования, собственно говоря, локалайзера во время хирургического вмешательства. А вот удаленный материал, он подвергается интероперационной рентгенологическому исследованию. И можно четко установить, что хирург, который осуществлял резекцию этого образца, соблел необходимое расстояние от зоны, где изначально была установлена метка, до края резекции. Локалайзер исследовался в клинических испытаниях, и он сертифицирован FDA для длительных периодов установки, но, к сожалению, пока нет исследования его применения в неодевантном режиме. Савискаут может устанавливаться на глубину 6 см, имеет очень высокую точность, и на сегодняшний день широко применяется в Соединенных Штатах. Около 500 клиник активно используют это устройство. Пока не лицензировано оно для неодевантного применения, нет достаточных исследований, но FDA одобрила его применение и установку на длительные периоды времени. Савискаут имеет ряд преимуществ. Как я сказал, он сочетается с МРТ, имеет ряд ограничений, но, в частности, работа электрокоагулятором в близости от него может нарушить его взаимодействие с ресивером. Максид, как я сказал, уже является самым простым из этих устройств, но у него тоже очень большие перспективы и возможности применения. На сегодняшний день он активно используется в сочетании с биопсией сигнальных лимфатических узлов и не является источником ионизирующего излучения и позволяет широко практиковать и использовать в различных клинических условиях. Я очень надеюсь, что в дальнейшей перспективе, по мере развития нашей диагностической системы, в которую сейчас собираются в государственном уровне инвестироваться большие средства, и по мере совершенствования лекарственного лечения и все большего достижения регрессов опухоли и перевода неоперабельных стадий в операбельных, а изначально операбельных стадий достижения полного регресса, все эти устройства нам потребуются и войдут в арсенал технических средств хирургов завтра, послезавтра, и мы с вами будем иметь возможность ими пользоваться. Большое спасибо за внимание. Я хотел бы всех вас пригласить на конференцию «Белые ночи», которая традиционно состоится летом в этом году, в июне 2020 года. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok